Привет! С вами Виконста. Сегодня на обзоре у нас гуманитарная помощь от Красного Креста. Так как социальное положение граждан на Донбассе не сильно хорошее, поэтому международные организации помогают некоторым категориям граждан вот такими наборами. Набор состоит из двух коробок. Первая, это большая, здесь присутствуют продукты. Вторая коробка немножко поменьше, здесь присутствует бытовая химия и принадлежности. На первой коробке написан состав, то есть на трех языках, английский, украинский, русский и количество штук. И дата изготовления этой коробки, либо сортировки, не могу сказать, 30.05.2020 год. Годен этот набор до 2023 года. То есть небольшая коробка и сейчас мы ее распакуем, покажу, что же здесь присутствует. Вторая коробочка у нас немножко побольше. Размер ее, конечно, внушительный, не каждый ее подымет. Вес составляет 17,3 килограмма. Упакована она 30.07.2020 года. Годен этот набор до 1 июня 2021 года. Сейчас поближе я вам покажу состав. Конечно, вес такой. Не каждая бабушка, либо дедушка подымет это. Но, что остается делать? Приходится таскать такие наборы. Давайте приступим к распечатке. Я вам покажу, что же здесь у нас за набор. Сначала приступаем к бытовой химии. Коробки все запечатаны. Подскотчем. И сейчас мы посмотрим, что же нам положили вовнутрь. Так, первое. Это туалетная бумага. Папир туалетный. Вырубник Мистер Днепро, Украина. Вот такие две штучки туалетной бумаги. Альбатрос. Дальше. Шампунь для волос алоэ. Запечатанный в сумочку. Пакетик целлофановый. И кто производитель? Очень мелко написано, но на камере будет видно. Я сейчас как раз через камеру вам и прочитаю. Так, выготовлена под контролем Невска косметика. Российская Федерация, место Санкт-Петербург. Изготовлена Украина, город Винница, улица Академика, Енгеля. Ну, вот такой вот шампунь для волос. Дальше. Лезвие. Одноразовая бритва для человеков. Лезо. Мисто Днепро. Такое вот лезвие. Дальше. Зубная щетка. Адвансет. Взроблено в Украине. Продент. Мыловаренные традиции. Мыло туалетное твердое. Покрашена формула. Здесь таким мелким шрифтом пишут, что нужно только брать увеличительное стекло и читать. Ну, тут и Россия, и Украина, и Беларусь. В общем, кому интересно, можете потом почитать. И Харьков, я вижу. Изготовлена в Украине. Ага. Это значит, они импортируют в другие страны. Женские прокладки. Зубная паста. Новый жемчуг. Крепкие и красивые зубы у всей семьи. Изготовитель Невская косметика. Российская Федерация. Санкт-Петербург. То есть, с миру по нитке. Товары все разные. И стиральный порошок. Макс Универсал. Засип мыйный, синтетичный, порошкоподибный. Ну, вот, наверное, применяется как для ручной стирки, так я смотрю, для машинки. Так, ну что, первая коробка у нас распакована. Вот такой вот, в принципе, набор. Здесь коробка намного больше. Поэтому, нужно чуть-чуть подальше отнести камеру. И открываем эту коробку. Так, давайте мы вот так все отложим. Я буду вам доставать. Срок продатности 24 месяца. Вес 1 килограмм. Нестабильный. Так, раз макароны. Два макароны. И... Три макароны. То есть, 3 килограмма макарон. Дальше. Чай. Принцесса Гита. Чай индонезийский, байховый, мелколистовой. Вот так вот. 200 грамм в этой упаковке. Масса. Украина, Киевская область, Броварской район, село Трибухов. Ну, такой черный чай. Сейчас мы откроем, посмотрим. Что здесь внутри у нас. Ну, вот такой чай в упаковке. Дальше. Дальше у нас крупа Грачана. Ядрыца. Выродник, место Винница, как и макароны. Раз пачка. И вот вторая пачка. Шупачки. Тысячу грамм, плюс-минус полтора процента. Два килограмма гречки. Тоже откладываем в сторону. Сукор белый кристалличный. Один килограмм. Точно такая же марка. Подарочка, место Винница. Это у нас рис, довгозернистый. Новинка. Вот так вот. Краина походжения. Кукла код зазначена после даты выродництва. Вьетнам, Индия, Пакистан, Китай. Интересно, откуда у нас рис? Зазначена после даты выродництва. Где у нас здесь дата производства? Дата производства вот здесь вот выбито. 24.06.2020 год. А вот дальше непонятно. Что это за буква? Если вам видно, напишите потом в комментариях, откуда же этот рис. Так, чисто для интереса. Хотя я тут не вижу никаких обозначений. Может ошибаюсь. Но это так, чисто для спортивного интереса. Видите? 20 и все. А нет, вот что-то вот выбито, только непонятно. Что это за буква или цифра? Может В, Вьетнам? Ну, в общем, рис у нас... Неукраинский. Олія рафинована для смажения. Чугую экстра. Адреса потужностей виробництва. Украина, місто Світловодськ, Кировоградська область. Виробник, місто Світловодськ. Одна бутылка масла и вторая, литр. То есть, два по одному, получится 2 литра. Дальше. Это у нас сардино-атлантично, бланшована в Алии. Вкусная, наверное. 15.06.20 сделана. И вот такая сардино-атлантично. Одна баночка, вот вторая, третья и четвертая. Да, 4 банки сардино-атлантично. Вот так. Балуют в таких наборах. Дальше. Что интересно. Яловочин. Это, наверное, самое вкусное, что есть в этом наборе. Это тушенка. Мясо любят все. Яловочина. 525 грамм. Вырубник, місто Черкасы. Бульвар Шевченко. 305. Украина, Мичурина. То есть, смотрите, предприятие зарегистрировано в одном месте. А изготавливают эти все продукты в другом. Ну, как и в принципе. И везде. И вот вторая баночка. То есть, 2 по 525. Ну, в среднем килограмм. Дальше. Дрижи. И вот такую резинку еще в подарок дали. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. По восемь пачек дрожжей. Да. Двадцать восьмого мая двадцатого года. Дрожжи. Мистер Ривны. О, с Ривного у нас ничего еще не было. Ну, вот будет. Так, и осталось у нас только мука. Ну, я все пачки доставать не буду. Вы мне на слово поверите. Здесь их пять штук. Вот сейчас я вам наклоню, чтобы вы увидели. Вот, видите. Четыре там, в коробке. И одна у меня. Борошно пшеничное. Выщего готунка. Один килограмм. Пять пачек по килограмму. Пять килограмм. Выготовлено в Украине. Порошно выготовлено из зерна, яке выращено в Украине. Мистер Глютен. Срок годности двенадцать месяцев. Сделано оно 24 июня 2020 года. То есть, вот такой набор у нас на обзоре. Если вам нравятся такие выпуски, если вам интересна жизнь на Донбассе, что у нас тут происходит, обязательно пишите в комментариях, какие темы вам интересные. Буду показывать по возможности и делиться с вами жизнью, которая у нас тут на Донбассе. Если вам понравился этот видеоролик, внизу ставьте палец вверх. Не забудьте писать комментарий. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok